насколько точность формулировок насколько определение тех или иных факторов вербальное определение тех или иных факторов фактов влияет на психическое здоровье человека важно ли называть вещи своими именами или можно пользоваться некими завуалированными формулировками на самом деле вопрос не такой уж и теоретический потому что мы как раз таки находимся с вами в ситуации когда почти никакие процессы никакие факты не называются теми терминами которыми они должны были бы называться я даже не говорю о том явлении которые лучше не упоминать если не хочешь приземлиться лет на 10-15 я говорю о здравоохранении до маршрутизация пациентов великолепный термин человек приходит в поликлинику хочет обратиться к эндокринологу но вместо этого он обращается к одному доктору который вообще ничего не делает кроме как распространяет направление к другим докторам берет это направление идет другое медучреждение встает в электронную очередь потом приходится это электронной очереди видишь что там есть живая очередь приходит к этому самому эндокринологу получает от этого эндокринолога направление на анализы идет другую электронную очередь и потом идет в лабораторию сдает анализы потом берут эти анализы идет опять к сожалению зачастую не к эндокринологу напрямую, а к первому доктору, который дает ему направление к эндокринологу. И так далее и тому подобное. В результате для того, чтобы осуществить элементарную вещь, человек тратит недели, месяцы. И добро бы, если это было бы какое-то такое нейтральное, не текущее, не остротекущее состояние, которое позволяет сделать это и сейчас, и через неделю, через месяц. А если это что-то острое, а человек неделю, две недели, три недели, четыре недели, месяц, два-три болтается по различным врачам и маршрутизируется из одного конца города в другой, а это хорошо, если города. Потому что в некоторых областях, регионах у меня достаточно большое количество подписчиков пишут, что просто наши области, области, ни в городе, ни в районе, ни в селе, ни в городе. А в области нет специалистов вообще никакого не хорошего, ни плохого, ни старого, ни молодого, ни читающего, ни безграмотного, никакого нет вообще. И вот ты, соответственно, там на перекладных, на оленях, как хочешь, добирайся к чертову на рога. И то, может быть, тебя примут, а может и нет, потому что в той соседней области тоже страждущих более чем достаточно. Все это можно назвать красивым словом маршрутизация. Хотя реально это просто отсутствие специалистов на местах. Ну и так далее. Оптимизация здравоохранения, да, то есть закрыть одну треть больниц, по сути дела. И поликлиник — это оптимизация. Это не сокращение, не ликвидация, это оптимизация и так далее и тому подобное. Это не недоступность препаратов, а это ажиотажный спрос. И ну вы сами, в общем-то, все знаете. Опять-таки не хотелось бы повторяться и слезать на такие общеизвестные крайне болезненные сейчас тематики, как там хлопок. Произошел хлопок, да, дом разнесло в щепы. Хорошенький хлопок и так далее. Причем, что плохого? Ну, сказали красиво, да, вот, чтобы не говорить вот эти злые, плохие слова, травмирующие, дискредитирующие. Ну давайте скажем красиво. Ну почему бы нет? Оно бы было бы ничего, если бы эти красивые, обтекаемые формулировки бы не смиряли бы нас с текущей ситуацией. То есть, если мы говорим о том, что нет специалистов на местах, то значит, как-то там надо организовать. А если мы говорим, что у нас маршрутизация так построена, то, в общем-то, все зашибись и ничего делать не нужно. То же самое касается и той сферы, о которой лучше не говорить, чтобы не присесть. Она должна была бы быть вроде бы как у нас супер-мега-эффективной, в общем-то, огромное финансирование и по западным прогнозам она у нас ого-го-го. А сейчас выясняется, что, в общем-то, не очень она ого-го, как минимум. Вот. О какой сфере я говорю? Ну просто так, как о какой-то неопределенной сфере, конечно. Совершенно неопределенной. Вот. Не умение сформулировать задачу, не умение сформулировать проблему ведет к тому, что проблема не решается. И это не чисто психологическая защита. Это, ну, это классика жанра. Если ты не сформулировал задачу, ты не сможешь ее решить. В любом, абсолютно в любом деле. И это касается всех уровней. То есть, это касается и уровня целого государства, это касается уровня какого-то предприятия, это касается микросоциума семьи. И это касается конкретного данного индивидуального человека. То есть, если человек там в 30-40 лет, молодой мужик, здоровый, не инвалид, сидит вахтером, получает зарплату, на которую можно только физиологически выживать. И говорит, что вот он секьюрити. Секьюрити. Не вахтер, секьюрити. Причем все его секьюрити проявляется в том, что он сидит на попе, втыкает в телефон, ночью спит там же на топчанчике, кушает там бульончик, макарошки. Периодически демонстрирует бедительность, проверяя документы, представляет проблему для вхождения в помещение только для исключительно законопослушных и мирных граждан. И он никуда не двигается, он не пытается получить какое-то образование, освоить какой-то новый вид деятельности, как-то развиться. Через какое-то время он полностью деградирует и не сможет уже никуда двигаться. Но он будет называться красивым словом секьюрити. Ровно то же самое касается абсолютно любой другой сферы деятельности. Наука, которая заключается в переписывании западных статей своими словами и выдачу это за якобы проведенные самостоятельные исследования, не может рождать новые продукты. То есть это может еще как-то худо-бедность годится для отчетности, но совершенно не годится для развития. Автомобилестроение, которое построено, ну вообще непонятно на чем, честно говоря, оно не может создавать конкурентоспособные машины. Да, китайские тоже, может быть, были не ахти, да, были не ахти, они значительно прогрессировали, но они что-то создавали, они двигались, они лепили, извините меня одно и то же, ну уж простите, по-другому не скажешь, говно на протяжении последних 50 лет. В медицине ровно то же самое, в медицине ровно то же самое. Поэтому, если мы говорим о способности вербализировать проблему, способность сформулировать проблему, поставить задачу, это крайне важная вещь, с этого надо начинать. Потому что в противном случае получается, как получается. Одни делают вид, что работают, другие делают вид, что платят там зарплату, первые делают вид, что выживают на эту зарплату, хотя на самом деле они выживают не только на зарплату, на какие-то еще источники доходов, с которых не платят налоги, на которые закрывают глаза те, которые платят зарплату и делают вид, что собирают то самое мыто, на которые потом живут те самые социальные иждивенцы, которые тоже живут на те пособия, на которые можно только физиологически не сдохнуть с голоду. В результате все делают вид, но в реальности ничего из того, что якобы представлено, не существует. Поэтому пока вещи не называются своими именами, пока то, что есть, не соответствует тому, что говорится, рассчитывать на какие-то изменения, к сожалению, нельзя. И касается это, как я еще раз хочу повторить, как всей системы в целом, так и отдельного предприятия, так и жизни каждого конкретного человека. И вот в этом плане это очень даже касается психиатрии. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте меднаука.нет и на нашем канале на портале youtube.com. Подписывайтесь на нас везде, ставьте лайк и называйте вещи своими именами.